В спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп» в минувшие выходные проходили соревнования по тяжелой атлетике. Параллельно с открытым первенством Ленинского района судьями подсчитывались очки Кубка Московской области. Также здесь состоялся традиционный турнир «Золотой Олимп», на который приехали тяжелоатлеты из разных уголков России. Здесь в взрослых категории как бы нет, все участвуют, и малыши, и юноши, все по желанию. И тяжеловесы, и взрослые выступают все здесь. В первый день соревнований выступали девушки. Незадолго до открытия они разминались и настраивались. Одна из представительниц города Видное, член сборной России Ирина Фурдик, в июне на юниорском чемпионате мира получила травму и готовилась выйти на помост после почти полугодичной паузы. Занималась четыре месяца, то есть я буквально занимаюсь два месяца, и сегодня помост покажет, на какие результаты я готова сегодня. Перед началом спортсменки поприветствовали друг друга и получили напутствие от организаторов. Я считаю, что это вид спорта не борьба с кем-то, а борьба именно с самим собой. Я вам желаю сегодня победить все свои страхи, и именно выйти на тот уровень, на который вы стремились и готовились. Ребята, большой вам удачи и никаких травм! Среди тех, кто вышел к снаряду, представительница Люберец – Элеонора Поддубная. Нет, она не родственница знаменитого атлета Ивана Поддубного. Однако допускает, что фамилия повлияла на выбор спорта, которым она занимается. Когда я родилась в роддоме, маме увидели фамилию и сказали, что будет богатыркой. И в дальнейшем судьба связала меня с тяжелоатлетикой, и производит впечатление фамилия, и обязывает быть сильной. Всего в соревнованиях приняло участие 157 человек, а по итогам первого, женского дня, команда Ленинского района заняла второе место. Дмитрий Книга, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.